Скоротали, друзья, мы с вами часок за ну просто невероятной партией в морской бой. И теперь у нас впереди вторая Best of 3 серия сегодняшнего игрового дня, разумеется, в европейском регионе. Напоминаю, друзья, смотрим группу B. Сейчас нас с вами ждет встреча между командами Ninjas and Pijamas и Heroic. И ее для вас проанализируют Герман Громшки-Громов и Алексей Пчелкин. Здравствуйте, ребят, всем привет. Ну что, анализируем, не анализируем? Спец, потому что анализировать в принципе нельзя на месте, поэтому сегодня будет весело. Сегодня будет интересный Counter-Strike. Поехали. Ух ты, господи, как начал. И этот человек, это тот человек, который потом будет говорить, ну как это анализировать. Как это можно было проиграть. Да, когда Героик выиграют. Я сейчас могу это сказать? Да? Но еще слишком рано. Давайте посмотрим на неанализируемое. Поехали. На предыдущую встречу. Нет, там все, кстати, было. Там было все легко, там даже не пробили ТБ больше за две карты. То есть 16-10. Одного раунда не хватило. И ты все от коэффициентов отталкиваешься. А, нет, подожди. 32-10 получается, да? Ну, 16-32-10, да. Все верно, все верно. Один раунд за три практически. Да. Как в армии. Вы как будто на другом языке сейчас поговорили друг с другом. Я не помню. 16-32. Ну, условно, короче, три подряд раунда берут фейзы. Один потом, ладно, заберут Дэвил. Мальчик, это язык чисел. Язык чисел, да, в котором, Леша, ты понимаешь не больше, чем я, на самом деле. Ну, да ладно. Давайте. Не понял. Ты не надо. На видео поймешь. Давайте о второй встрече сегодняшнего дня. НИП против героик. В целом, поделитесь вы ожиданиями. В общем, потом будем отдельные моменты обсуждать. Слушай, ну, это явно должна быть сочнее встреча, нежели первый матч. Потому что, как минимум, коллективы стоящие. И здесь, опять же, есть наш человек, засланный казачок. Это Леша Кучеров. Он же Хаус, бывший Сева Ашер. Так что наш парень в рядах героик. Это интересно. Так или иначе, у героик есть проблемы. И они скажут, Алексей, Куличко. Пятюничку. Хорошо. Молодца. Проблема есть у коллектива героик. Это самая главная проблема, что они будут в пятером. То есть за спинами у них стоять никто не будет. Тот самый тренер с никнеймом Peacemaker имеет проблемы с визой. И он просто не попадает на ESL про лигу девятого сезона. Это, конечно же, большие проблемы. Поскольку ребята, когда возьмут тайм-аут, мнение со стороны, от неигрового человека они не получат. Да, там есть опытный Фрайберг, который может настроить ребят на нужный лад. Но вот того самого тренера у них не будет. Это, конечно же, проблема. Еще также наблюдаются проблемы, в принципе, у коллектива NIP. Да, там есть Террес, да, Деннис вернулся. Но как Деннис вольется или не вольется в данный момент неизвестно. Поэтому не буду пока ничего анализировать. Но проблема есть и с одной, и с другой стороны. Да ты и потом этого делать не будешь. Ну, это факт. А зачем меня вот сюда вот сажают? Леш, ты приходишь просто потому, что ты красивый. На тебя приятно смотреть. А. Ты вот сидишь... А можно меня тогда на хаста посадить? Не, нельзя, не. Нет, у меня плечи тебя не выдержат. Ладно. Ты не понял. Да. На видео опять же поймешь. Слишком много понятия стоит Алексею. Слишком много видео собирает у нас. Ладно. На самом деле вот много тезисов вы сейчас, господа, озвучили. И о них хотелось бы поговорить. Ну, помимо пауз, которые в некоторой степени теперь будут чуть менее разумными у команды героик, они вместе с этим тренером могли многое потерять, потому что коллектив сейчас находится на этапе своего, по сути, становления. Находится уже на протяжении полугода, потому что они уже полгода как пытаются сформировать состав. Ну, и они это делают. Они набирают одного за одним игроков. Пришел к ним Мерц, вот как раз примерно полгода назад. Классный парень. Мы видели, как он способен стрелять. Здорово, что его подписали. Потом пришел Блейм Эф. Еще лучше парень. Ну, тут поспорил я бы, на самом деле. У него опыт богатый, но он играл в таких командах, о которых, ну, обыватель не слышал. То есть, там опыт богатый, да, вполне вероятно, что он способный. Он хорошо стреляет. Ты проверял? Ну, я читал про него не одну статью. Так мы же про него много чего уже говорили. Мы про него, да, обсуждали постоянно. Он хорошо стреляет, в принципе. И вот сейчас у них, вот то, что ты говоришь, этап становления. Последние пять игр, последние пять побед. Да, может быть, команды были не особо какого-то, там, тир-1 уровня и сильные команды. Но, в любом случае, у них сейчас стрик из пяти побед. И они на хорошей волне находятся именно эмоционально. Также у них хороший маппул. У них огромное количество карт, которые они играют. И проценты этих карт не падают ниже 50. То есть, выигранных каточек не падают ниже 50%. Так что, героиков стоит бояться. Коль скоро речь о маппуле зашла, вот давайте в этом разрезе обсудим. Потому что, на самом деле, на бумаге выглядит так, как будто у героик маппул удобный в этом противостоянии. НИП, скорее всего, забанили бэкэша. Это та карта, которой они играют меньше всего. Но и героики сами не будут против, если шведы это сделают. В свою очередь, у них карта трейн. Это та карта, которую забанят они. А все остальные пять. Это карты, на которых на каждой они способны сыграть. По большому счету так. У НИПов еще проблемы на Инферно. Большие проблемы на Инферно в данный момент. И может быть гром? Не совсем согласен, что с Инферно. И молния. А с чем именно? С контур-страйком? В целом, да, вот опять же, да, вот эта перестановка постоянно Дрейкин, Дэйнис и так далее. Проблема-то далеко не в картах кроется. Проблема, как мне кажется, вот в перестановке постоянно вот этого пятого игрока. Более того, что Дэйнис до мажора был абсолютно нестабильным. В последних двух матчах он только показал неплохие результаты. До этого он был вообще абсолютно невидимкой в команде. Да, потом пришел молодой человек, все мы знаем кого, Дрейкин, конечно же. Пришел и ушел. Хотя объявили, что он все подписан до конца года, он до конца года будет играть. Была такая информация. О, да, была информация, и в итоге Дэйнис приходит. Хотя говорил, когда он уходил, что парни, мне нужен инактив, мне нужно разобраться с теми и теми проблемами, тоже до конца года. Ввиду чего Дрейкина подписывали до конца текущего года. Просто у Нипов уже год закончился. Ну, это грубо как-то, Алексей, ну ладно. Ну, в смысле, до конца года будет играть, сейчас он не играет, значит у Нипов что, год закончился. Ну да, справедливо. Не, на самом деле, Нипы сами, судя по тому, что они писали в своих социальных сетях, верифицированных, поэтому мы можем опираться на эту информацию. Они сами не были готовы к тому, что Дэйнис так скоро восстановится. И специальная причина его паузы в игровой карьере, она была озвучена состояние здоровья. Но на самом деле, что-то мне подсказывает, что это не совсем так. Потому что он давал свое интервью на панамажоре, как раз то, о чем, Герман, ты и говоришь. Он там большую часть карт он отыграл, ну, крайне плохо. И до этого не блистал особо. И интервью это, которое он давал, оно несло такой характер, достаточно удручающий. То есть по нему складывалось впечатление, что игрок вообще не может себе найти место в дисциплине. И вот он брал эту паузу, скорее всего, чтобы разобраться в себе. И вот сейчас он вернулся. Вопрос, насколько он справился с задачей. А помните, что мы говорили про Дэйниса? То, что он, в принципе, микроклимат весь, который сейчас в команде, ну, или был в команде, например, положительный, он его ломает. Потому что ему не дают играть так, как он хочет играть. Если у него что-то идет не так, он, в принципе, все это ломает, всю мораль составляющую в команде. Именно из-за этого, скорее всего, он уходил в некий инактив. Но за такое время смог ли он что-то поменять? Тут же надо в мозгах менять, в себе что-то менять. Тут отдохнуть просто так не получится, скорее всего. И как бы снова они напоролись на те же грабли. И стоило ли Дрейкина убирать? Да, понятное дело, что Дрейкин не лучшая замена, потому что он не блистал за то время, пока он был в NIP. У него были проблемы. И там на официальных картах, по-моему, у него был пробит антирекорд. Он там что-то как-то очень отрицательно сыграл в отрицательную сторону именно по фрагу, по статистике. Поэтому как-то немножечко странный ход от NIP. Но, скорее всего, просто не было больше... Вынуждены. Мы были взять Дрейкина. Сейчас возвращается Деннис. Хорошо или ты плохо, узнаем. Но я думаю, что на самом деле сегодня именно NIP с Heroic это, наверное, самый интересный матч будет на этом групповом этапе в этой группе. Это факт. Но, не знаю, опять же, мы как-то перешли план на тему маппула теоретического, который, может быть, ты изначально сказал. У Heroic очень удобный маппул под NIP. У них, на самом деле, во многом очень схожий стиль игры. Есть агрессивные звенья, есть очень пассивные и грамотные люркеры, которые умеют дать грамотный колл. И по таймингу выйти к сопернику не самый удобный. И тайминг в спину. То есть здесь в теории мы можем увидеть вообще полноценное Best of 3 и с огромными такими счетами. То есть 16-14, доп. И я это, мне кажется, вообще не исключаю. Мне кажется, в одной из карт по-любому это должно случиться. Команды стоят того. И здесь, на самом деле, Heroic, когда вы говорили о Blame, когда вы говорили о Merce, это же огромного потенциала игроки. То есть Blame, я с вашей позади немножко опять же уйду в индивидуальности. Blame — это парнишка, который отказывался от алкоголя с друзьями и оставался в клубе тренироваться. То есть ходила вот эта легендарная история, что после того, как в компьютерном клубе выключился свет, там его друзья ушли, условно, в бар и позвали его, говорят, да нет, парня, подожду и типа останусь. И все над ним посмеялись. И в итоге теперь, и вот эта история пролилась, пролился свет на эту историю. И все узнали, что тогда это был Blame. И вот труды и старания, где он сейчас. Ну по нему еще видно, что он не из тех, кто пьет алкоголь. Ну я думаю, видели там фотографию на ХЛТВ. Вот есть наглядный пример на экране. Да, и спортом занимается. Шутка не зашла. Да, мы тебя так подушиваем немного, а ты можешь строить иллюзии, что не заходит. Ну продолжай, Алексей. Да ладно, давай. Наши сигнатурные. Ну давай, не строить себе обиженку. Я вижу тебя, рука дергается. Ну давай. Давай, да. Дает ли это три секунды, или это война? На самом деле, это война. Да. Civil War. Супер. На маппул, друзья, на ваших экранах команда героик банят карту кэш. И, кстати, ну это один из двух возможных банов, которые они могли сделать. А НИП убирают инферно, и вот это интересно. Ну дефолт, потому что, как я и говорил, у НИП проблемы. Сейчас за четыре карты, которые они сыграли, они не выиграли ни одной. И поэтому сейчас НИПы вычеркивают именно эту карту. Трейн мы также, скорее всего, не увидим. Сейчас посмотрим, что пикнут у нас, ребята, из коллектива героик. Да, с должны брать его. Поскольку это интересно. У нас нюк. Интересно. И, кстати говоря, они уже встречались. Эти коллективы встречались. И НИПы с героиками. И один раз НИПы выиграли, один раз выиграли хероик. То есть сейчас у них по личным встречам 2-2, и вот этот нюк уже был. И кто выиграет сегодня, большой вопрос. Но по статистике мы видим, что у героика, у Тона Трейн, который вроде как вообще героики не играют. И будут проблемы. Продолжу твою мысль по поводу последней встречи. Да, команды действительно играли уже на карте НЮ, кстати, так же это было. Произошло это на европейской ESL Pro League, но прошлого сезона. То есть, по сути, тот же турнир, просто некоторое время назад. Были некоторые другие составы. Еще за команду героик играл Акселеон и Моди. Оба игрока выступали. Но сейчас карта Трейн, она в некоторой степени... Ну, она разумна определенно, поскольку героики эту карту хотели бы видеть меньше всего. Они, в свою очередь, неплохо себя на ней чувствуют. Слушай, ну карты очень сложные. Карты коммуникационные, в первую очередь. И здесь можно провести параллель относительно героик и НИП. Что вот и НИП, да, вот хорошо, есть тренер. У героик, если сложатся проблемы на карте Дэннюк, помочь будет практически некому. Но если сами, опять же, игроки не решат проблемы по ходу игры. То есть, что карта Дэннюк, что карта Дэтрейн, это карта, на которой безумно важна коммуникация. И вот очень качественный микроконтроль на три команды. То есть, здесь, не знаю, если с первой же карты будут проблемы, хотя бы вот там условные пятерки в атаке не наберут героик и их задушат. То есть, и может все закончиться вообще на 2-0, потому что на Трейне там, я думаю, мало шансов НИП оставил своему сопернику. Хотя героики на Трейне тоже некогда были неплохими. Если героики сейчас все-таки забирают Инферно, отдают Трейн НИПАМ... В смысле? Ты ошибся, у нас нет Инферно в пуле. Нюк. Нюк первый, да. Нюк. Если забирают Нюк, отдают Трейн НИПАМ, то третья будет максимально равная карта. Потому что по статистике она как у одних хороша, так и у других хороша. Ну, как хороша. Средняя карта как у одних, так и у других. И будет интересно посмотреть за Дэмираш. До нее, возможно, не дойдет, но коэффициенты от нашего партнера, букмекерской конторы, париматч на ваших экранах, друзья. 1,72 на команду НИП. Героик 2,05. Коэффициенты достаточно близкие и тесные. Это, возможно, объясняется тем, что команды действительно долгое время друг с другом не встречались. И о героиках сейчас, опять же, сложно делать какие-то выводы. У них состав, который не так много игр вот в этом конкретном виде сыграл. Мы сказали про Блейма, про Блеймэфа, как правильно, не знаю. Блеймэф, да. Блеймэф, хорошо. И вот пятый игрок, мы про него ничего не сказали. 17-летний датчанин, ставлен парень, который, ну, в целом подает надежды сейчас. И коллектив он доукомплектовывает очень здорово. Вопрос лишь в том, правильных ли людей героики меняли в своих составах. Просто Моди и Асселион, ну, возможно, да, возможно, они не доигрывали местами. Но вот, например, много раз у нас вопросы в аналитике вызывал тот же Истек, который не демонстрировал того, чего от него все ждут. Ну, ладно, об этом рассуждать можно долго. Расскажите преддикты ваши, господа. Первая карта — Хероик 1-0. Ну, хочется верить, что первая карта за Хероик, наверное, будет потно. Я думаю, что типа около 16-12 или где-то так. И хочется верить, что все-таки это Best of 3, а не Best of 2. Да, друзья, как все сложится, проверим на деле. Best of 3 встреча, вторая Best of 3 встреча сегодняшнего игрового дня начинается прямо сейчас. Ее для вас будут комментировать The Craigie и Anisharet. Да, друзья, добрый вечер. Перекочевали мы с Андреем в комментаторскую замечательную будучку. И для вас будем комментировать второе BO3 на сегодня. Поменялись с нашими коллегами. И вот знаешь, слушая аналитику, люди говорят, что как бы должно быть 1-0 за Героик. Зря вы так, друзья. Не бы, да, да, нюк. Это все дело очень интересно смотрится от них. Тем более вернулся Деннис. Соответственно, будет дополнительная огневая мощь. Дрэкин, конечно, был неплох. Спасибо ему за помощь этому коллективу. Но, опять же-таки, основной состав, он есть основной состав. Ну и что же, карта Денюк всем знакомая, наверное, давно. Мы, кстати, ее не видели в рамках ESL Pro League, так точно. Еще не встречались с ней. Приятно видеть, что Героики не боятся разбираться именно вот такой картой своими оппонентами. Но, как ни крути, борьба будет не на шутку. Все-таки самый, наверное, ожидаемый матчап для меня. Хотя, вот, НИП Фейс, наверное, тоже будет интересно. С сегодняшнего дня или с сегодняшней группы? Ну, с сегодняшнего дня. С группы, я говорю, НИП Фейс еще будет более-менее интересный. А так, все более-менее предсказуемо. Посмотрим, посмотрим, друзья. Действительно, в общем-то, карта Нюк очень интересная карта. Учитывая то, что сейчас будут именно НИПы выбирать сторону. Возможно, они выберут, скорее всего, защиту, конечно. И уже будут защищаться против Херойков. Начало должно быть, наверное, за ними. Ну, и в целом, как и первая половина, потому что мы знаем, друзья, прекрасно, КТ здесь очень сильна. Что будет на деле, посмотрим прямо здесь и сейчас. Поехали! Первый раунд пистолетный положит начало, так сказать, в этом противостоянии. И вот уже обнялись любезностями коллектива. Написали друг другу наилучшие пожелания на этой первой карте. И минута 40. Пока что не торопится команда Хероек. Быстрых раундов мы пока что не увидим. Ну, как не торопится, на самом деле, они заходят в радиорубку. И здесь уже проблема у Лекаря. Ему, соответственно, нужно отходить. Один из немногих персонажей, который играется по 2000-м, на самом деле. И Гетрайт уже находит мисс по Фрайбергу, пока Блейм Эмф делает раскидку. Гетрайт пошел в упор. И на будке ему справиться с таном не удалось. Это 4 в 4. И занятие Аплэнд вроде как удачное для датчану. Блейм Эмф крадется в спину. А здесь у него 4 оппонента. Мэрт забирает Дениса. Форест разменялся с Блейм Эмфом. И ретейк 3 в 3. Как-то вот позиция вроде хорошая была, но по итогу из нее не смог даже единого фрага выводить. Но вот 23 в 1. И так остается один против троих. Приключается на бёрст режим. Но здесь РС без проблем. Последнего этого игрока команда Хероик убивает. Ну, смотри. В принципе, раунд не забирают, но бомба имеется. Можно в целом попробовать сейчас закупиться. Будут денежки на Калашниковы. Возможно, штучки две мы увидим. И шансы имеются, разумеется, для ребят с командой Хероик. Ну, и здесь история такова, что на самом деле у Датчан, ну, все было для того, чтобы реализоваться более-менее неплохо. На пять штуки бомба была установлена. Три в три. Возьмите закрытые позиции и вообще не парьтесь. Но коэффициент от нашего партнера париматч. 1.87, 50 на 50. То есть красивый счет. Нас с вами ожидает как минимум в первой половине. Но опять-таки берем во внимание, что сильная сторона защиты на нюке. Атака, да, превалирует, но не у многих команд. И Героик это один из тот коллективов, который в атаке должен брать больше. Ну, и вот второй раунд, как и говорил, два Калашниковых. Фрайберг и Мерц будут играть именно с этими девайсами. Эстак постарается найти кого-либо здесь за скаута. И пока находит только по себе. Урон 32 КП у него остается после встречи с ХАЕшкой и немножко прострелом от оппонента. Ну и вот Блэйм Эв. В прошлом раунде как раз-таки у него вроде была хорошая позиция, но по итогу он с ней не сделал ни фрага. А если бы сделал, возможно, раунд бы сложился совершенно иначе. Минута 20 Эстак все еще смотрит сейчас позицию с их оппонентом. Но пока никто вроде как не старается репикать, потому что Нипы поняли. Их соперники будут закупаться. И вот он Форс, пожалуйста, у Блэйма уже 16 КП, а у Мерца уже 0. Как же жестко поставил сейчас Денис по Мерцу. Далее Фрайберг делает свой размен с Резом и забрал еще и Форста с мейна Аплэрса. Попадает по Денису. 3 в 3. Такую ситуацию все еще можно было бы развернуть. Но не тратит. 3 КП и 1 КП. Да, 5 КП. 5 КП, точно, да. 5 КП, по итогу 6 на двоих. Ну и вот давайте смотреть, как будут разыгрывать. Потому что в целом проблема у всех, кроме Лекра, у него сотка. И Лека как раз-таки сейчас стоит на девятке, если его можно будет сейчас убить. Блэймэйф очень большую роль сыграет в этом раунде. Давайте смотреть, вот на стычку. Но там Лекра убивает Ставна. Это похоже, что было снизу. И вот уже Блэймэйф последний против троих. Ну слушай, я так прослеживаю ситуацию, что Блэймэйф-то вообще никак не успевал помочь своим тиммейтам. То есть задача была, скорее всего, убрать игроказа Вентом, а потом лишь только Блэймэйф открываться под шумок. Но по факту НИПы показывают нам с вами, что вот даже против Форсбайя, да, не без проблем, но могут справиться. Сейчас ждет экономическая команда героев. Да, друзья, не забывайте писать нам в твиттер с хэштегами RUHAP и CSGO, дабы попасть на экран. Возможно, передать нам приветы. Да, или наилучшие пожелания. Да, ну а для тех, кто любит писать во Вконтакте, там наш ведущий студии аналитики вам про разыгрыш периодически напоминает. Это точно. Действительно, друзья, минус 45. Пока что 2-0 пользуем НИПов. Но его третий раунд мы увидим с закупом до 2000, до 3000 где-то у кого-то. Даже вот у Мерца 2750. Но в целом это расчет именно на 3-0 и девайсный дальнейший. Два дегла, ЕСТЗшка и П250 и Устага. Но похоже, что раунд будет сливаться. Рез очень неаккуратно пикает с мейна. На самом деле по два, по три ствола его могли здесь легко забрать. Деннис помогает ему разобраться с Фрайбергом. И в целом, да, Реза спасли, но и он пошел в атаку. С фармгана забирает Мерца, который совсем не ожидал такого репика. И Стаг тем временем подобрался к радиорубке. Здесь Лекра на подъеме. И Лекра готов стрелять по своим оппонентам всегда. И везде первая попытка репика. Раз, два, попадание по нему три. Минус от ЕСТА, Лекра таки ошибается. Лэйм Эф также делает фракши и по Резу. Он 3-2 ситуация, не пысь сейчас. По-прежнему в большинстве, но есть АОК. У СТАГа, конечно, там нет ни армора, ничего. Здесь Форест просто спрятался в пленте. Его будет сложно зачекать. Но вот он сам палец. Ай-яй-яй-яй! Можно убить Фореста, но нет, не хватает. Немножко силенок, хотя Ставн перестреливает. Но там 58 хп, и Гетридж сзади будет душить. Но нет, все-таки убивает. Вот это молодой дает. Ставн неплохо попадает. Да, действительно, на самом деле, Форест тут немножечко подрисковал. Не смог забрать с первого репика, потом на втором получает... Нет, я про Гетрайта и вообще ничего не говорил. Про Форест, который играл с под ящиков по вилке, по правой попадал, попадал. А в итоге его чуть ли не убили. На второе убили все-таки, хотя можно было не открываться, так как Гетрайд заходил в спину. И вынести плюс один девайс. Но это если бы доковы, а по факту получаем 3-0. И Геройки делают первую плотную закупку с ЛП от Мерса и четырьмя калашами. Ну пока попытки какие-то есть у команды Хероик. Но немножко довести бы их, наверное, до идеала. Попробовать до конца зайти на точку. В идеале, как вот на первом раунде, там была ситуация 3-3. Но дальше немножко не пошло. Сейчас же действительно, как ты говоришь, бай-раунд. Хорошая экономика. Есть гранаты, можно зайти на какой-либо плен под раскиточку без проблем. Но вот что бы тут показывать, там непосредственно Геройки пока тоже не торопятся. Блеймэйф тут старается выжидать тайминг. Смотрит куда-то в небеса. Возможно, посадку на красный бокс. Но пока что ничего не происходит. Нет, нет, точно не на красный бокс. Чего-то это совсем... Ты почувствуешь разницу в высоте скалы и красного ящика. Там только если на человека запрыгнуть на красном. Мы просто когда комментировали с моим коллегой, у нас была такая рафляночка про красный бокс небольшая. Ага, простите, не знал. Извиняюсь. Там было чуть-чуть. Прям каперка. Простите, не знал. Так вот, минута. За плечами команды героев сейчас для того, чтобы реализовать этот бай. Они только лишь сейчас делают раскидку по улице. И вот, насколько я полагаю, этот дефолтный кросс через аутсайд может закончиться проходом под базу Б. Но время очень-очень сильно на них давит. Они смещаются под мейн. Рез позиция идеальна для приемки мейна в спину. Главное, чтобы ему тут флешку не накинули. И вот он от нее раз, два. Его не зачекали. Не смотрят сзади. Но тут разворот. И так почти что его заберут. Опять один хп у Реза остается на размене. Фрайберг действует. Неплохо Денни сломает ноги. Из-за этого, возможно, не попадает. 4 в 2 Форест убивает двоих. Может еще и третьего зацепить. Есть информация. Бомба-то лежит. И 20 секунд времени нужно быстрее действовать. Форест, угол. Должны зажимать вдвоем. Форест, Форест! Квадрокил от Леса. 4 в 0, друзья. Нет, ну слушай. Тут как бы все идеально складывалось для Нипов. Рез стрелял в спину, вытягивал как можно больше времени. Но опять-таки игрок за бэксайдом на Апленте промахнулся с ВП. И пошло-поехало. Тут я очень сильно боюсь с датчан. С одним шведом как-то слишком напоролись. Вот такой вот Аплент плюс Форест индивидуальная флешка. Ну, наверное, многие сейчас ее запомнят. Это абсолютно легкая флешка правой кнопкой мыши. Это ничего такого. Я к тому, что он использовался стенкой. Вроде как его в Блайнд не должно было кидать, но его задело. Возможно, чуть-чуть он ее не так как хотел бы кидать. Ну и вот, пожалуйста, действительно индивидуальная такая разыгровочка. Один в два приносит еще один раунд команде. Найпи очень важный в целом и по экономике, и по раундам соответственно. Ну и вот теперь вот героики вынуждены делать раунд с пистолетами. Опять же, с экономикой до двух тысяч, до трех максимум. Смаки кладутся на улицу. И будет проход именно на точку Б. Возможно, но Рез пытается кого-либо найти. И получил пока что по себе только немножко урона. И вот бегут действительно на улицу и на точку Б. Сейчас в идеале просто поставить бомбу. Опять же, еще может быть, если забрать Лекар, так вообще в идеале. И можно брать раунд, наверное. Смотри, как они синхронно просто ждут, репикуют втроем на него. И в итоге, да, разумеется, есть от Лекар. Но Б база, по идее, пробита. Единственное, что, возможно, Форрес как-то с Вилок поможет это дело приостановить. И так, ну вот снова, был кто-то у него за спиной. Возможно, удалось бы разменять. А почему они вот так вот промедлили? Ребята из команды Хероик. Они же сделали первый фраг, должны были забегать, ну, может быть, на размене, устанавливать бомбу. И была бы ситуация намного лучше. Но почему-то они просто встали замертво. Естественно, там хелпа пришла в виде Форреста, сделал фраг. Теперь 3 в 4 будет намного сложнее. Но, может быть, расчет имеется в виду вот наставно, который должен сейчас сделать фраг. Но, конечно, момент такой интересный. Инфы не было о том, что всего лишь один опорник на Б-бом-сайде. Ты немножко поторопил события. Но Стаун, да, действительно правильно заходит в спину. Опять-таки его теперь ждут после минуса по Резу. В остальном 20 секунд времени, и Эд попадался на самом деле. Как же они топают. Но инфы-то не было. Очевидно, что ее не было. Но все равно нужно было идти. Абсолютно легко. Это бывает абсолютно всегда. Даже не только на пистолетных, но и на байраундах. Если ты делаешь один фраг по точке... Один, то там, скорее всего, один, но максимум два. Да, и задавите, пожалуйста, поставьте бомбу. У вас будут хорошие результаты по итогу раунда. Но, во всяком случае, по итогу пистолетного раунда так точно. Но нет, было принято другое решение. И вот котировочки коэффициентов тотал раундов. 26 меньше, соответственно, 1.7 из 2. Больше 20... О, господи, больше 2.05. Немножко туда посмотрел. По итогу это значит, что на 16.10 и меньше вероятность больше. Да, вероятность-то это хорошо. Но по факту очередная закупка для героиков. Немножко мудрят они в последних раундах. Надеюсь, что с этим у них пройдет все более-менее гладко. Мерц уже получает некоторую долю хеллспоинтов. В минус у себя есть так. Это Деннис. С ножом, да. Ты говоришь, здравствуйте, дорогие друзья. А почему Деннис с ВП? А там и стак, потому что двоих уже убивают. Еще и Лек разобирает. Просто вообще невероятная история. Два фрага для героиков. Но такое нужно выигрывать в любом случае. Отдавать 5-3. Такой ситуации не было еще в байраундах. Отличный действительно шанс, чтобы за него зацепиться. Минута 18. Даже времени еще вагон. Ну а команда NIP что тут принимает? Наверное, можно на сэйф уходить. Денег-то нету. 650. Там 550. 350. Уже РС вообще умирает. В идеале два девайса засейвить. Это эмочка у Фореста и Ауку Гет Райта. Но вот, пожалуйста, первый раунд херойги начинают. Наверное, хорошо бы было начать чуть раньше. Но в целом, если они наберут свои 3-4-5, это уже будет вполне рабочий счет за атаку. Ну, история набирает очень интересный оборот. У Нипов с экономикой до сих пор проблемы. Я вот до сих пор не понимаю, как Деннис с АВП оказался на Б-пленте? Окей. Он даже скорее с ножом там оказался, чем с АВП. Так вот вопрос не про нож. Почему он с АВКом пошел туда? Ну, кто знает. Может, на респавне захотел открыться в рампу. Никого там не нашел, притягивался. Захотел отдать АВП своим тиммейту. Бац, на нож. А там уже и стак. Коридоров, дружище. Нередко получается так, что 2-3 плюс игрока. АВК в такой ситуации не лучшее решение. Потому что один выстрел, у тебя релот, а тебя разменивают еще два игрока. Один выстрел, один труп. Да, но еще не факт, что он попадет. И вот как бы АВК в кишку, это очень странное решение. Ну, 5-0 сказал, давай, дружище, у меня АВП. Я хочу... Я попробую закрыть секрет, в итоге немножечко не подоспел. Ну, что ж, далее нас ведет с вами седьмой раунд. Первое половины. Нипы закупаются, но, по всей видимости, с деньгами будут трудности уже в следующем случае проигрыша. И нужно это понимать прекрасно. Быстрый раунд. Похоже, что вентиляет действительно. Но тут Форест, который все это дело смотрит и ставно убирает. Никакая флешка его не ослепила. И, в общем-то, пожалуйста, опенфраг уже для ниндзи в пижамах. И 4 в 5. Теперь в меньшинстве вынуждены отыгрывать Херойки. Вот у нас Макин на улицу. Но пойдут ли туда, вопрос хороший. Пока что здесь только Фрайберг работает. Коктейль Молотова также откидывается. Но все идут немножко в другое направление. На рампы они здесь идут. А тут Лекра будет их принимать. Если, опять же, сможет. У него только ФАМАС есть. Это может стать проблемой. Тем более, когда ты выходишь на ФАМАС, который перезаряжается. Лекра сваливается и вынужден отойти немного на ночь. Боится. Боится понимать, что 2 плюс игрока на радио. И плюс еще саппорт из поддиадки ему помогал накидывать флешки. Отошли в закрытую. Да, понимают, что под Б плентом тут какая-то вообще-то шифруется стратегия. Но целую минуту в распоряжении Геройка они все еще могут свернуть удочки и уйти под девятку. И вообще в направлении А сайда. РС вместе с Лекра на точке Б. Стараются ждать как раз-таки своих оппонентов. Им более не надо ничего делать. Но вот тут Геройки понимают, что, скорее всего, на Б их уже ждут. Давайте попробуем зайти на точку А. В идеале, опять же, как-то добраться до плента с минимальными разменами и установить бомбу. Вот как раз-таки стак этим и занимается. Непонятно, кстати, где был фраг. Но он находит его по Лекре. Видимо, где-то на улице или еще где-то. Под точкой Б. А тут Денис убивает Блэйм Эфа, убивает еще и Мерца. И вот и стак, который убивает еще одного под Б. Но толку от этого мало. Ведь его также убивает Гет Райт. Ну, вспоминая этот раунд, ты спрашиваешь, где убили Лекра. Он же же под Б изначально был. Он спрыгивал с рампы, уходил под низ и вместе с Резом принимали. То есть вот как-то есть тагу удалось просто чистить сквозь вентиляции, найти там два минуса и по факту раунд-то проиграли. Но Непы пока что держит марку. У оборона, вот как видите, доминирует у героиков пока что. Атака что-то как-то не шибко сильно выстреливает. Но очередная попытка захватиться хоть за что-то. Та самая история, что А-точка установлена ровно... Ну, точнее, наоборот, Б-точка установлена ровно под А-точкой. И вот как раз-таки очень сложно на радаре смотреть, где был сделан фраг. Особенно, когда его не показывают. Поэтому, друзья, давайте смотреть за восьмым. Тут у нас пока что 6-1. Опять же, вот стоит отметить... Не знаю, сколько мы еще вообще в целом будем отмечать. Это в Counter-Strike про ресет экономики. Но так или иначе, если бы у нас была старая экономика, то Непы бы сейчас были просто невероятно радостные, потому что Херойки были бы без денег. А сейчас у них на хороший бай, пожалуйста. Четыре Калаша из ТВП у Мерса. Можно отыгрывать. Ну и у Непов также проблем абсолютно никаких нет. Есть Реауга. Калаш также Форрес забрал своих оппонентов еще и с прошлого раунда. Ну и снайпер Деннис. История такова, что для NAP сейчас тоже очень важно не проигрывать этот бай-раунд. В случае проигрыша с деньгами будут серьезные трудности. И только после этого Геройки смогут неплохо поднабрать раундов в атаке для начала. Но пока это не свершилось, Деннис как раз-таки занимает интересную позицию для себя. Но снова досадный промах и саппорта за спиной он не имеет, что значит заставляет его сдвинуться в закрытую. Но он продолжает пикать уже с левой вилки. Бомба пошла вперед. Зачем? Непонятно. И все это время Геройки лишь только хаудят. Берампу 4 в 5. 40 секунд в рыве. И Фрайберг так вообще выходит на улицу через секрет. Очень странно мне видеть именно такое расположение. 30 секунд на таймере. Нужно торопиться, ребят. Мы с командой Хероик заходить на плен. Здесь Деннис, конечно, не в самой лучшей позиции, но на хелпе есть тиммейт, но там два размена. Деннис умирает мгновенно от Мерса. Блейм также фраг, но Форест убивает очень важного игрока, несущего бомбу. Фрайберг на измене. 15 секунд все еще можно подобрать и установить этот самый пакет. Фрайберг на прикрытии. 2 в 2 ситуация. Гетрайт смотрит выход. Пытается зажимать, но Фрайберг на перестреле. И Форест хорошая позиция. Можно закрывать двоих. Есть первый фраг, о втором известно. И сейчас он выходит. Это Форест, который очередной тащит класть из своего коллектива. Но теперь не один. Нет, там тоже был 1 в 2. И здесь 1 в 2. Да, Форест спасает экономику шведского коллектива от полного разрушения, от разрухи, хотел сказать. Но, в принципе, и то, и то зайдет. Да, даст закупиться, но под нолики условно в атаке. Там хорошая экономика должна уже совсем скоро раздобыться. И будем надеяться, что рано или поздно героики смогут пробить. Но окей, с Б-плэнтом какие-то проблемы. Давайте уж что-нибудь пода тогда. А пода, на самом деле, очень много всяких вариаций Нюка. И вот снова бай от атаки. Авик 4 калаша. Пул гранат присутствует. Я вот не понимаю, почему бы не сделать слоу раунд с фейком каким-то. Ну, смогут, не смогут. Вопрос хороший. Начинать-то надо уже сейчас, потому что счет-то 7-1, друзья. Это достаточное преимущество для Нипов, чтобы закрывать здесь хорошим счетом для них. И все, но пока что эстаг и фрайберг делают по фрагу. Лекар на размене остается последний Мерц. Минуты 30 на таймере. Команды и хероик нет. Был быстрый раунд, но в целом задумка неплохая. Но с реализацией какие-то проблемы абсолютно точно. Мерц со снайперской винтовкой против троих. Похоже на восьмой и первую половину за Нипами. Какой раунд я вижу, что Мерц оказывается бесполезен для своего коллектива, с ВП и вот это все. Был бы у него калаш, он бы вместе с ребятами вышел. Возможно бы хватило как раз таки рук, чтобы отстрелить от ту и другую позицию. И причем с самого начала хероики задумали быстрый раунд. А авик, его оказывается бесполезен уже не впервой. Хотя подожди. Он должен понимать, что окей, он поставит бомбу, останется там один в два, один в один. Но рано или поздно его должны перестелять. АВП не мобильный девайс. И тем более, что вот так он по голове получается. Знает, что есть тут минус по резу. Один в два, бомба все еще тикает. Нипы такое не отпускает. Он не знает, куда смотреть. Но попытка была. Попытка была, хотя бы дошел до плента. Это очевидно, что, конечно, снайперская винтовка здесь. Ну не сказать, на таких дистанциях, опять же, когда ты выходишь на плент, и игроки вдали, тебе нужно именно самому здесь пикать, искать какие-либо фраги. Но нужно знать, куда смотреть. Нужно знать, куда смотреть. Но здесь, конечно же, разрыв был очень и очень большой. 1.15, друзья, от нашего партнера Приматч. На первую карту против пятерочки на Хероик. Оно и понятно в целом, потому что можно просто посмотреть на счет. И все, в общем-то, встает на свои места. Но напомню, Хероики все еще за атаку. Все еще есть прекрасные шансы забрать ту же пятерочку. Ну, может быть, даже четверочку. И постараться уже с пистолеткой на защите как-то выровнять ситуацию. Но пока, конечно, все очень и очень сложно. Видно, что немножечко на нервах общаются ребята. На нервах. На нервах, да. Потому что как-то странно все это выглядит. С Нюковым в атаке у них всего лишь один раунд. И этого очень и очень мало. То есть я от них рассчитывал на порядок повыше. Там 6, а то и 7. Зато сайд. Защита, конечно, тоже крутая. Но опять же таки, на IP. Фактором выигранные пистолетки. Если будет сильный отрыв, могут практически все нивелировать. Да, и самое обидное, наверное, для команды Хероик, что это именно их пик. Дальше будет Трейн. А вот это уже будет, конечно, друзья, совсем другая история. Трейн же будет второй картой, да? Трейн, да. Пик команды на IP. Потом сайдером Мираж. Ну вот, он уже если будет. Пока все идет очень и очень неплохо для Ниньц. И вот Лекра. Проджал рампы. Смотрит здесь выход. Пока что не торопится. Команда Хероик взяла небольшую тактическую паузу. Как раз таки до этого раунда. И, возможно, сейчас нашифровала какой-то дополнительный интересный раунд, чтобы удивить своих оппонентов. Все-таки единичка это, конечно, маловато. Опять же, говорил ты про 6 и 7. Да, команда Хероик может сейчас включиться и забрать 6 и 7. Но это будет невероятно сложно для них. Пока что нужно взять какой-то минимум. А минимум бывает разный. И теперь нужно надеяться на то, что ребята из команды Хероик смогут реализовать раунд на аутсайде. Подход к мейну. Все это дело контролирует Рес. Больше саппорта за спиной у него нет. Плюс Плэнта работает Форест наверху. Рес забирает Блейма. Переводится также на Мерц. Опять же, Явик от Мерца все еще не реализовал ни на один минус. На улице, как мне кажется. И Лекра, прожав радиорубку, готов в спину заходить к Ставну. Которой, кстати, это дело я ожидал. Гетрайт поджал. Сейчас может найти Ставну. У него там 31% здоровья. Но не торопится ни один, ни другой. Понимают, что здесь, по сути, ХП может не решить. Один выстрел точный в голову похоронит и одного, и другого. Ставн открывается справа. Можете чекать, но Гетрайт сам открывается. Но по итогу все-таки забирает Ставна. Хотя там сзади заходил тиммейт. Можно было не торопиться. Но все-таки решил Гетрайт вот так вот агрессивно сыграть. Ставна на размене. Я тратил правослескоп. 9 секунд, 8 секунд не успевать. Нужно просто убегать. Но Деннис не будет убегать, потому что он делает уже два фрага и Фрайберг против двоих. Это девяточка для команды N.I.B. Слушай, ну я вообще не понимаю, что происходит с командой героек. Они знают, что ситуация 3 в 2. Они понимают, что на таймере времени всего ничего. Но при этом они продолжают стреляться с дверью. Зачем? Ошибка. Можно просто, окей, один пропрыгивает, один не пропрыгивает. Но вы как минимум остаетесь 2 в 2 и ставите бомбу. Что заставляет двигаться контртеррористов на вас. Так, вы стреляетесь с ними. Дарите им бомбу, дарите им время и дарите им раунд. Что это? Немножко растерялись в этом моменте, действительно. Ну и по итогу шанс очередной, который был для команды героек, не реализован. Хотя должен был быть таковым. 9-1, друзья. 11 раунд мы с вами вырваемся именно на него. Ну и по-прежнему денежка есть. Становит очень много экономики. Но Фрайберг выпивает быстрым раундом. Делает один фраг. Гитрайт на размене. Гитрайт только лишь одного. Зацепил 4 в 2, пожалуйста. Вот он, быстрый раунд. И вот он, хорошая попытка для команды героек. Но вот пушить, правильное ли решение сейчас было от Мерца. В итоге он умирает, но он разменен стак. В этом раунде он действительно хорош. Оформляет, в общем-то, второй фраг. И Блейм Эф закрывает для себя и для своего коллектива этот раунд. Двоечка есть, но нужно дальше. Да, действительно. И пока что NIP нам с вами показывают некоторый расклад неуверенности. Да, у них есть 9 раундов, но при этом в каких-то вещах они немножечко не доигрывают. И вопрос, чем же это вылит. Да, вроде как 7 раундов преимущества. 11 позади. Все бы ничего. Но сейчас ждет их Эко. И как минимум это уже тройка для героек. А там, глядишь, и до четверочка с пятерочкой дойдут. Ух, что же ждет команда NIP дальше? Но пока сложно. Это все дело. Только выход на третий потенциальный без ошибок для героиков. Ну и давайте смотреть, что у нас придумают тут Нипы. В целом понимаю, что раунд будет очень сложно забрать. Может быть какой-нибудь фраг другой. И, возможно, девайс украсть для себя следующий. Ну и подпортить экономику. Это, наверное, вот сейчас прям максимум такие задачи, которые могут не поставить для себя на этой карте. Минута 15. Не торопятся героики, боясь допустить ошибку. В целом против такого действительно, казалось бы, легкого потенциального третьего. Ну и по идее РС в секрете получает Молик вместе с Деннисом. Постарается как-то отойти назад. При этом все, что на улице может быть под контролем, это Форест. Форест уже ждет и слышит под собой одного товарища. Что заставляет его немножко задуматься. Мерц в очередной раз Абик не реализует. Зато на помощь приходит Гуэймэ, в который дает калаш Фореста. И патроны в магазине все еще присутствуют. Вот Тенати Форест убивает на лот обратной размене Мерц. Етрает. Юспом также умирает. Но все равно, конечно, нервишки немножко подергали, наверное, команде Хероик. В начале этого раунда 4 в 3. Бомба заходит на точку. Устанавливаться будет с секунды на секунду. Ну и Лекра здесь, конечно же, вне позиции вместе с своими тиммейтами. 9-3 мы с вами увидим точно. Счет очень-очень интересный. Нипы, по идее, сейчас могут нанести экономический урон, убив Мерц того же самого. Может быть, есть так каким-то образом цепануть во всем этом вопросе. Пошел у нас Ставан в аркаду. Ставан тоже остается лоу-хитовым. И вот по-хорошему бы взять, отрезать пути отхода и просто не выпустить террористов с Аплента и заставить потерять их девайсы. Это было бы жестко. Ну и там просто по ХП действительно 12, 19. А сейчас можно было попробовать. Но они не умирают. Нет, конечно же нет. Теннис 20 ХП, но перестреливаться никакой красный игрок. Денег нет все еще у команды. Так же не будет. Закупаться будут. Смотри, есть 2 эмочки, 3 даже эмочки уже. 2 ФАМАСа возможных с небольшими раскидками. Но вот, пожалуйста, история действительно защиты, экономики защиты на, в принципе, любой карте. И это, конечно, такая уязвимая достаточная сторона. Несмотря на то, что вы вроде как стоите на позициях и вам не нужно особо придумывать. Вам нужно просто принимать своих оппонентов с экономикой. Здесь уже ситуация посложнее. Но и Гитрайт у нас покупает крокодильчика. Да. Сейчас посмотрим, насколько его крокодил жесткий. Базука, к сожалению, пропускает всех. Так уже пролетел на базу Б через вентиляцию. Файбергу немножко накидали через вот сайт, но в остальном ничего страшного. При этом сплит атак на базу Б. И у НИП окончательного понимания, что вот есть сплит через дверь, соответственно, не особо-то и много. Да, посматрив в этом направлении. Плюс Форест вместе с тиммейтом принимает Берампу. Падает бомба. Размен от Мерца. И он также здесь отлетает. И НИП четкая работа. Размен хороший, действительно. И парная работа. Дэнин сбивает Мерца. 4 в 2 ситуация. Лекра будет принимать точку Б. Сидит как раз-таки сейчас в уголку. Ждет, пока откроется дверь какая-либо. И даст информацию своим тиммейтам. Файберг пока не торопится. Разбивать окна. Тоже, это, разумеется, информация сразу же и шум лишний. Который сразу же даст информацию своим оппонентам. Вот, разбивка пошла. Здесь Лекра убивает одного. И просто можно жить. Эстак против... Ох ты, здравствуйте, дорогие друзья, говорит Эстак. Лекра убивает. Дэнис немножечко мажет. Но в целом там уже история понятна, что не пызить. Должны 3 в 1 раунд забирать. Хотя Эстак хороший, как Тельмолотова. Можно выкуривать. На размене нужно срочно помогать. Да, и 10-3 счета на IP просто не ставляет ровного места на камне от своего соперника. Хотя, опять же таки, какие попытки показывают нам с вами ребята из героек. Ведутся неплохие тактические решения. Но в конечном итоге стрельба и позиционка на IP не позволяют им продух сделать даже никакого толком. Что отчасти, конечно, расстраивает. Но с другой стороны, на IP за сильную сторону играет. Так что тут ничего удивительного. Смотрите, что по коэффициентам 24 уже тотал дают. Меньше 1.77, больше 1.97. Соответственно, наши партнеры паримач не верят в камбэк от команды героек. И думают, что, соответственно, IP здесь должны закрывать все это дело. С минимальным, точнее, наоборот, с максимальным разрывом. Гет Райт на размене. Убивает Блэйм Эйфа на по-прежнему местах на хорошую для героя. Здесь Гет Райт отыгрывает сплэнта. Каким образом? Его просто нельзя перестрелять. Убивает двоих. Лекра на... Он умрет. На халпе. Конечно, умрет. И здесь Мерс, который с АВП закрывает Лекра. Три фрага для него. Что за спойлеры такие? Он умрет. Ну, просто к тому, что Мерс один на один против пистолет СВП вряд ли промахнется. По нему инфы особо-то не было. Да, примерно по статистике, что четыре игрока через мейн выходят. По идее, ему нужно было как-то экономить патронов по массе, но ситуация не позволила этого сделать. И нас с вами ожидает счет 10-5. Кто бы мог подумать. Если будет. Ну, так оно и будет, скорее всего. Потому что пистолет с арморами от NIP это не та штука, которая вообще, в принципе, работает. Ну, а пока смотрим. Пока смотрим, друзья, действительно все шансы на то, чтобы пятерочку свою забрать. Херойкам это уже, наверное, неплохо для них. Потому что с того момента, как они начинали, счет был достаточно разрывной. Чтобы вообще можно было заканчивать NIPAM со счетом, ну, хорошим более чем. Это 12-3, возможно, 13-2. Но вот пока что Херойки имеют все шансы на пятерочку. А это за атаку на НИКе вполне рабочий счет. Да, ну и погнали смотреть за тем, как NIP будет реализовывать пистолет с арморами. Вот он, Деннис, который падает на онсайде. Реза так вообще не выпускает из Сикрита. Лекарь попытается как-то с деглом показать нам демки, мувики. Рез в позиции забирает Фрайберга легко. Перестраивается еще и на Блейма, но того он не отстреливает. Вед Форест ведет попытки помощи своим тиммейтам на улице. Но, по факту, большинство за т-сайдом и Геройки не должны давать продоху NIP. Четыре в три. Ставан, Ставан. Ой, нехороший тайминг для себя ловит. По итогу Гет Райт забирает сейчас девайс Ставана. Есть Калашников, но Мерс должен принимать. Не попадает сейчас. Я думал, он тиммейта убьет. Не-не-не, еще вроде как не убивает в МФ. Есть страх по Гет Райду. Здесь должны зажимать уже, по идее, защиту. Ну, ой, Форест, есть страх по Мерсу, бомба выпадает, там Лекра сзади заходит. Устаг, 1 в 2, ситуацию нужно хаповать, срочно хаповать. Устаг, 1 в 1, против сейчас Лекра, 39 хп того, но 20 секунд на таймере. Лекра, нет, Устаг все-таки выигрывает. Но с каким невероятным потом. Нет, ну знаешь, тут на самом деле NIP тоже немножечко напортачили. Очень удачно им удалось орудить ситуацию 2 в 1. Но Лекра немножечко замешкался, что ли, под девяткой. Ему бы пораньше сюда подняться и помочь тиммейту за бумсайдом. 10-5, NIP ведут. Но пятерочка за атаку от команды героек. Это нехорошо, неплохо, скажем так, среднестатический результат для них. Главное, чтобы пистолетчик за защиту. А восье первый бай. А там уже и до камбэка рукой подать, честно говоря. Ну, смотрим мы то, что было в первой половине, друзья. После вот этого самого счета 9-1. Конечно, 10-5 смотрится, ну, просто невероятно крутым результатом для команды героек. Не невероятно. После 9-1. Ну да, это не невероятно. Атака рано или поздно добирает свои поинты. Единственное, что повезло героикам, что до пятерки дошли. Потому что NIP, по-моему, два раунда дали своих. Ну, это если так подумать. Да, а если по чесноку, то героики должны закрать вторую пистолетку. Такие дела. Это, чтобы оставаться в игре, действительно им нужно возвращаться в пистолетку. Потому что если вот NIP возьмут, то там уже будет все намного сложнее для команды героек. В целом, опять же, защита. Форсбай за защиту. Ну, это все. Так это сложно. Это очень сложно. Хотя вот сейчас мы смотрим. NIP почти что выиграли раунд только лишь с пистолетами. Там была ситуация 2-1. И только благодаря эстагу команда забрала свою пятерочку. Будем смотреть. Двойное преимущество пока что есть за NIP. Ну, и в целом уже действительно 10-5 такой счет достаточно популярный на карте DENUK. Да и в целом он такой достаточно популярный не только на карте DENUK. Относительно везде. Плюс-минус. 9-6 на NIP сейчас становится своеобразным таким дефолтом. Но чуть-чуть не хватило. То есть, если вспоминать вообще первую половину, то на самом деле ребята из героек могли взять и больше. У них были предпосылки, были большинства. Даже были заняты и Б-плэнтеры, но они бомбу не ставили по какому-то стечению обстоятельств. Один-два давали. Один-два Фореста, два клача отдали. И это лишь только малейшее количество раундов, которые мы с тобой смогли вспомнить сейчас. А по факту их было гораздо больше. Честно говоря, осадочек остался, но осадочек оставим в первой половине. Ведь сейчас начнется вторая. Как я и говорил, для НИПов очень важно сейчас не отдавать эту пистолетку, дабы додавить сразу. Потому что атака — это штука очень опасная для НИК. Если в какой-то момент потерять просто нить к игре, то там можно и уехать в камбэчную. Там молодой человек очень известный сидит на линии. Звоните. Ну и действительно. Так, оно есть. Но тут стоит сказать, что НИПы только молодцы. Вот опять же, отмечая с тобой вот эти клачи 1 в 2. Это, конечно, все здорово. С какой-то стороны... Могли лучше. Кто? Херойки? Нет, НИПы. НИПы. Несмотря на вот эти 1 в 2 даже. Они брали те раунды, которые не должны были брать, зато проигрывали те раунды, которые должны были брать. Вот такой вот парадокс. А на самом деле НИПы, да, действительно показали достойную защиту, но чуть-чуть, чуть-чуть капельку не дотянули. Ну, за них все равно 10-5 нормально. Да, 10-5 нормально. Хотелось, конечно же, больше после этого самого 9-1 разрыва. Но что уж там поделать. Какие-то ошибки. Стоит отметить паузу, которую взяли Херойки, которая в какой-то степени, наверное, очень сильно помогла им. Потому что в целом она была взята при счете 9-1. Как раз таки, если ничего не путаю. И там уже раунды какие-то плюс-минус пошли. И вот пятерочку свою как-то за атаку смогли взять. Пятерочку свою? Свою пятерочку. Ну, опять же, я хотел бы шестерочку от них увидеть. Ну, они хотели бы десяточку. Или пятнашечку. Ну, мы можем это и устроить, поменять экстрономию. Ну, нет. Это так не работает. Все-таки наиграли на то, что наиграли. Ну, и вот эта вторая половина уже расставит все точки над этим. Здесь Херойкам нужно цепляться. В любом случае, если они хотят в этом БУ-3 действительно показать какие-нибудь хорошие позиции. Потому что второй будет рейн. Ну, я не совсем согласен. Потому что с трейном у героев тоже проблем особо не присутствует. Больше, я бы сказал, вопроса будет к Найпи. Если они сейчас заберут пик соперника, ну, проиграть свой пик. А такое вполне себе может быть. И поехали. Вторая пистолетка. Очень важна она для одного или второго коллектива. Но, правда, для каждого по-своему. И сейчас рыв через дверь. Блэйм Эф закосячил с приемкой. Но Нипы закосячились с проходом в вентиляцию. Они просто не попали в винты. Сейчас пытались пройти через стену, друзья. Это немножко не Гарри Поттер. Здесь такое не проходит. И бомба уже потеряна. На улице 5 в 4. Но у Херойков есть невероятные шансы забирать этот раунд. Красота продолжается. И Найпи теряет еще одного игрока. Теперь уже остаются, будучи, 2 в 5 после минуса тэчстага по Деннису. И Геройки не оставляют шансу своим шведским оппонентам в этой пистолетке. Я вообще не понял, что это было с проходом в вентиляцию. Наверное, станет одним из популярных крипов за недельку. А может быть и за месяц. Ну, это на самом деле ошибка очевидная. Именно благодаря нее можно сказать, что Нипы подзалили раунд. Ну, как ты не попадаешь просто в месяц. Вот, да. Учитывая, что Нюк, он уже давно-давно там закинут. То есть стал. И вентиляцию практически каждый может даже с закрытыми глазами пройти. Но и на Ипи с Маком немножко промокнулись. Ну, а коэффициенты от нашего партнера при матч. 2-0-8 по-прежнему на Героя. К Найпи идут фаворитом. Что, ну, в принципе, довольно-таки неплохо отражает картину. Но форсбай от Нипов эта штука тоже интересная. Фаворитом, но небольшим. Да, 1,7 также на Нипов. Но, в целом, игра, похоже, что нас ждет интересная. Первая карта так точно. Пока что минута 38 на таймере. И смотрим за развитием событий. Форс-раунд команды Нипи. Самое, что интересно, без поставленной бомбы. То есть клашей не будет. Есть только Мак-10 от Гетра. Это ССГ от Фореста. И 3 Диглас. С гранатами также проблемы. Есть 2 смока у Резы и у Лекра. Ну, и вот хаешечка у Денниса. Ну, хаешечка такая граната, которая, в целом, не повлияет очень сильно на результат. Но будем смотреть. И, на самом деле, сейчас очень сильно подставляешься. Как и, если так, на своего оппонента. И есть 2 минуса от Мерц. Саппорт весь тага особо не пригодился. Мерц, вот, взял М-ку. Сразу пошли кины. Против пистолетов, да. Ну, даже не только против пистолетов. Как только он берет штурмовую винтовку, начинает убивать. Ну, так и должно быть, в целом. Потому что это игра про убийство. Кстати, 4 фрага от Мерца. Может быть, за ИСом тут пойдет. Не пустят, не пустят. Ну, кто знает. Ну, да, видимо, там закроет здесь. Но все равно квадрич на Форсе. Это очень-очень важно и круто. Конечно, нет фарамгана. Вот тут, наверное, даже скорее хотел бы Мерц больше юмпик иметь и забрать этих четырех. Потому что так бы он получил аж 2 400 себе в кармашек на следующий раунд и в целом по экономике. Но так тоже сойдет. 10-7. Форс неудачный. Выход на восьмой для команды Хероик. Ну, и, в общем-то, два раунда уже разница будет между коллективами. Не пы, конечно, умеют считать экономику. И у них будет бай в следующем. Но что-то мне подсказывает, что так быть не должно. У них будет первый бай на 4 100 плюс-минус. Это коллаж с армором и одной гранатой. Ну, или двумя, если возьмете две флешки. Это очень страшно. Но и попытки с деглами сейчас без арморов разыграть экономический раунд. Нип, конечно же, в своем стиле. Сейчас заходит на улицу и получает по головам от Мерца, который играет на аутсайде. Ну, тут прям головы летят. Мерц, фраг. Два фрага. Начинает прям как в прошлом раунде в целом. Ну, и, может быть, закончит также с Квадричем. Уже трипл имеется. Гетрайт вот еще один клиентик такой. Своеобразный. Лекра падает от Блэйма. Ну, и Гетрич против Мерца. Сейчас встретится лицом к лицу. Два раунда подряд Мерц делает по четыре фрага. Восемь фрагов за два раунда. В целом, неплохо. Да, и история продолжается. И на ИП сейчас вынуждены, ну, просто брать все свои силы в кулак и показывать нам хорошую закупку. В противном случае команда героек не даст им оторваться. Уже нагнали счет. Напоминаем, мы с вами, дорогие друзья, счет-то был 9-1 в пользу ИНИП за защиту. И всего один раунд с того момента смогли взять всего лишь Нипп. Это хорошо. Это хорошо. Для них, конечно же, их фанатов сейчас героики себя в очень хорошее положение ставят. И, разумеется, очень будет интересно потом взглянуть на коэффициенты, как сильно они изменились. Но это обязательно чуток позже мы с вами увидим. Три фрага от героиков. Три. А вот это хорошо. Один за красный, другой через Луцайф просто. Это может закрываться. Местный из тага по Резу. Размен все еще не подостел. И, видите, два в три. Лекра всего лишь два размена от него. Плюс он еще и мог быть убитым игроком с гаража. Посюда, говорит Фрайберг с фармганом. Летучий Фрайберг. Вот так вот. Ну, слушай, здесь как бы МП-5 в полете, конечно, ставят посерьезнее. Хотя Гитрайт такое редко отпускает. Лекра единственный герой, который может спасти это положение. Ну, и один в три для него. Целая минута в распоряжении. Видимо, на базу Б ему, кстати говоря, зайти уже просто так. Не дадут? Фрайберг слышит. Почему дадут? А там человек на вилке. Ага. Тут действительно Мэр, который не промахивается. И вот уже не четыре фрага, конечно, как он за последние два раунда сделал. Но фражик тоже пойдет. И, кстати, он уже врывается в керри своего коллектива. 21 фраг у него. Это наивысший результат по команде Хероик. Следующий идет игрок с двадцаткой. Это эстак. Ну, а пока что, в общем-то, действительно два раунда разницы. И тут уже пахнет, что называется, таким жареньким для ребят из команды NIP. Даже один раунд разницы, друзья. А это байк, который можно назвать. Ребята, у нас проблемы с экономикой. Давайте придумаем что-нибудь фристайла и минуса от Мерца по Деннису. Это дело с контроля улицы приходит в руки команды героев. И в какой раз NIP лезут на рожон, то есть напирается на того же самого Мерца. Хотя, пойдя в тот же самый B-плен через рампу, можно обойтись без перестрелок со снайпером. Бегут команда NIP. Сейчас пытаются поставить, опять же, бомбу на точке B. Там уже три рампа. Да, да, на рампе уже трое игроков, которые сейчас, скорее всего, будут все это дело закрывать. Вот он смог на окно. Оттуда уже не выйти, но как-то для Молотова ответный, так сказать, раскидывался гранатами. Выход. Есть, кстати, неплохой. Может, удастся, но здесь Форест с Резем делают размены по своему пасскому тиммейту. Сзади Гитрайт заходит. Это позиция на два фрага. Главное жить. Вот он первый, и вот он второй. Ну, это, конечно, красиво, но Фрайберг все еще может спасти положение. И, честно говоря, у меня есть ощущение, что NIP после этого раунда могут вообще полностью обезоружить героиков, потому что эти немножечко растерялись в этой ситуации. И вот снова решение идти три рампу меня смущает. Но там просто не продохнуться. Ну, вот сейчас NIP очень важный раунд для себя берут, хотя в целом начинался по экономике он ужасно. А он может ничего не изменить. Сейчас берется пауза, и команда NIP прекрасно понимает. Одна ошибка, и все по новой. Экономика в никуда. Это все в никуда. В целом-то так. Но раунды NIP нужно брать хоть такие. Им тут, по сути, вот докарабкаться буквально до 16, хотя действительно еще очень много. Пятерочка? Предстоит работы. Пятерка, да. Здесь нужно именно вот решение обезэкономить своих оппонентов. То есть сейчас там будет экономика, будет закуп, но вот на следующий вопрос хороший. Без сейвов, мне кажется, могут быть проблемы. А вот, пожалуйста, потенциальный 13. И сейчас очень нужно брать раунд что для одних, что для других, потому что это все может свести действительно к раунду за два. А раунд за два опасная ситуация. А денег-то нет действительно, посмотри. Не, ну они как бы будут, но будут далеко не у всех. Ну, у Хероик точно не будет. Это точно. Ой-ой-ой-ой-ой, Лекрас стеной. Бой с тенью неплохо вышло, но Морз жив-здоров. Жив действительно насчет здоров пока не посмотрим. 32 хп у него остается после этой перестрелки. Ну и вот там он здесь будет принимать. Но НИП уже поняли, что, ребят, давайте лучше пока не будем вырваться в вентиль, а то, глядишь, так же еще и промажем и в стену упремся. Это все-таки такое себе решение. Лучше как-нибудь потренируем еще выход вентиля на каких-нибудь своих картах. Так, что же, минута 10 на руках. Немножко РЭС там на улице гуляет. Плюс при этом команда НИП практически не собрала информации по улице, кроме как РЭС, который периодически посмотрит как гараж, так и, в общем-то, на девяточку. Скоротечно. И выход под Аплент. Не чекнули вверх. Размена Фореста. Там еще на 2.9. Там еще 2.9. А где Молик? Вот он. Так это поздно! Так какая разница? Раунд-то выигран. Ну подожди. Бомба ставилась очень сейвовывание. Один игрок не подходил, вот именно под возможный фраг с девятки, поэтому, в общем-то, рисковать не стоило. Да и не рисковали в целом, ребята. И вот, пожалуйста, действительно сейв, которого ждали, наверное, абсолютно все героикам. Здесь просто нечего делать, как уходить на сейв. А в ВП будет есть темочка, ну и фармган от Блейма, который, кстати, не уходит на сейв далеко, потому что в идеале ему, конечно, забрать какой-нибудь девайс получше, ну и выбить возможный калаш или АВП. Это 12-е, 3 раунда разницы. И вот, пожалуйста, если засейвят именно 3 девайса, можно будет постараться, наверное, сделать закуп. Но тоже решение очень интересное. Давайте смеем, что вообще в целом по деньгам. Там по 2000. Мне кажется, даже закуп не будут делать. Сейчас возьму 2 пистолета, что-то типа P250, дропнутых от Эстага и Ставна. Ну и вот отыграют... Должны делать раздроп. В смысле, полный бай? Да. Ну, давай подтолкнемся от того, что у них сейчас 1900. Давай пока что оттолкнемся от коэффициентов. Да. От нашего партнера приматч на первую карту. 1-6 на Хероик и 2-25 на Нипо. Счет, конечно, об этом не говорит ни разу. Должны были делать раздроп, хотя, да, бай будет в следующем случае экономического. Но тут момент такой, что и на IP могут разогнаться, и у тех уже будет хорошая экономика. И там уже 3 раунда действительно останется до победы. Это, конечно, момент не из самых приятных. Но пока минута 35 на таймер. Раунд только-только начался. Ну и вот эти самые 3 девайса, это единственная зацепка команды Хероик в этом раунде. Это он может хватить. Сейчас, если не прочеркнуто Эстага под скалой, а такое уже происходило. Но больше, чем 2 фрага тут сложно будет сделать. Да, он все 3 может сделать, если они сейчас вот под этот смок пойдут. Видишь, какая щелка? Как часто ты в таких щелках работаешь? А есть так работает каждый день. Но, правда, всего лишь один минус. Немножечко поторопился он открываться. Такие дела. Минута, Антфайберг. Не хватило опыта. Нет, здесь дело не в опыте. Просто подумал, что, скорее всего, один игрок через улицу, остальные через лобби. Ну, короче говоря... Не хватило опыта работы в таких щелочках. Эксперт по щелочкам Крэгген на связи. 4-4, друзья. 50 секунд на таймере 22-го раунда. Давайте смейте. Фрайберг, что, наверное, с хп у него остается. Ну и один девайс уже выбит. В целом, неплохо для команды NIP. Фрайберг еще коктейль молотова получает, если его просто убивают. Гулять заставляет, бегать. Да, и вот, пожалуйста, лекарно ходит. Три. В четыре. Опа! А это сейчас Рыболов подъехал. Он, правда, на Реза может подставиться, но... Тут снайпер против снайпера. NIP очень много времени теряет на заходе сейчас. И Мерс, как только увидит спину, еще Blame F в позиции шикарной. Забирает гитрайта. И все, это замыкает замок. Как бы и раунд проигрывается командой NIP на ровном месте. Не потому, что, типа, вот так вот все плохо было у непов. Изначально задумка была неплохая, но времени не хватает как тотально. И кто будет прикрывать Реза на проходе, вообще неизвестно даже. И вот он проигранный раунд, который, ну, никак лекарно не потащит. Еще после времени... А, что ж, секунду-то не подождать, Blame, дружище. Так поторопился, что даже убил его до времени. Но это спасибо уже может говорить игрок атаки. Был лекарно, что денежки свои ему заставил Blame. Хотя буквально вот доли секунды оставались. Ну вот, пожалуйста, друзья, немножко ты раскротиковал 2.25. Но вот, пожалуйста, в общем-то, три девайса. И теперь, может быть, 2.25 на NIPA, правда. Ну, это NIPA, на самом деле, зафейлили свой шикарный раунд. У них все было для того, чтобы заходить в Aplan. Да, несколько боялись они проходить через все это дело. Но, по большому счету, без этого-то и проиграли. Иногда не удается почувствовать именно вот такое вот. Тоненький момент игры. Стоит идти, стоит рашить, не стоит халдить. И Мерт очень классно зашел в спину. Не торопился, понимая, что ребята на пленте без него могут справиться. Опен фраг уже для херойков. Ой-ой-ой-ой, там вот просто стрельни, нажми на левую кнопку мыши. И там такой шашлычок под такой молотов. Ой, красиво бы было. Это Мерт. Дважды. Что происходит вообще? Его прикрывают просто с аутсайда. И в итоге Мерт два раза не выстрелил. Это корешка от тиммейта, ты понимаешь, сейчас была. Да, это жесть. Это беда, там Нипы себя и сжигают, и взрывают, и просто, не знаю, не щадят они друг друга. Но, правда, Денис попадает по стану, и, в общем-то, снайперы также Мерт немножко сгоняют подальше. Я не понимаю, что происходит с айпи, вот в таких очень, казалось бы, простых моментах. И вся эта движуха теперь заставит немножечко остепениться шведскую атаку. Возможно, даже еще одну паузу мы сможем с вами лицезреть. Я, конечно, не эксперт. Но вот этот сплит-выход на А снова слишком медленно выглядит. Плюс, если так ждет Фореста, это гениально. Гениально! Форест, это гениально, дружище, по эстагу фраг. 20 секунд, это можно еще выигрывать, на самом деле. Мертс, там Фрайберг убивает лекаря. Что вообще сейчас происходит? Команда Нипи может это выиграть. Денис убивает еще и Фрайберга. Да ладно, бомба. Должна устанавливаться, ставится Блеймэй в последний. Его тут должны убивать. Это 13-й для Нипов. Ватсон, это гениально. Ну, скажем так, товарищ сидит, да, на углу, смотрит. В небо, на КТР-спаун. Здравствуй, небо. Он видит лестницу. Он видит проход. Но по какой-то неизвестной причине, вот, ёкнуло у него сердце, говорит. Ребята, сейчас гляну под девяточку. Что-то мне подсказывает, там есть что-то снизу. Да. Ну да, друзья, 13-й раунд, Нипи берут. Вот на самом деле, до последнего непонятно, как закончится эта карта. То херойки берут с тремя девайсами, то отдают они невероятные раунды. Нипы забирают. Ну, в общем, совершенно непонятно. Тут такой действительно мужчина сидит. Ух ты. Ты про центрального? Я про Блеймэ, да. А, так не, 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 я про другого центрального в их тройке. Ну, про Блеймэ тоже можно много чего интересного рассказать. Вот взяли паузу, на самом деле, героики, но жалко, что за спиной не тренера. Мы с тобой это в первой аналитике говорили, и наши коллеги сейчас во второй аналитике об этом сказали. Писмейкер не доехал до ESL Pro League девятого сезона, ладно, групповой стадии. И, соответственно, что из этого вынесут героики, сейчас мы с вами, в принципе, и узнаем. Да, у них пистолет с армурами отсутствует, есть МАК-7, и мой Фрайберг еще и поскользнулся на крыше. Ребята, не бегайте по крыше. Действительно. Так это и есть. Минута 30, друзья, до конца 24-го раунда. Только-только начался раунд, и похоже, что, ну, не с качеством максимально решающий, но это две... Ну, да, дочекали по итогу. О, у меня флэшбэк. Один в один, как Фрайберг умирал недавно. Просто парень на скейте летит, с ПДС 50-го две головы. На скейте. На скейте. Ну, тут одна, потому что армора не было. Ну, 14-10, друзья, это... Это всего два раунда. Команде Найпи нужно взять, чтобы закрыть сейчас карту оппонента и отправиться на карту Детрейн. Очень много моментов, наверное, обидно для команды Хероик по итогу. Вот это встреча. Но сам жив. Ты посмотри. Ну, да, немножко так. Гитрайт-то. А Гитрайт шарит, как нужно ловить молодых. Первый. Второй. Третий сюда. Сейчас я только перезаряжусь. Подожди, дружище, сейчас выйду. И на тебя, Хвост. Эу-эу-эу, сюда-сюда, давай-давай. Нет, все-таки Blame F здесь оказался посильнее не только в Counter-Strike. Возможно, Гитрайт еще и в рукоопасном бою перестреляет. Ну, или переиграет. Пока что, 14-10. Перестрелять в рукоопасном бою? Это как ты себе представляешь? Да, это жестко. А, да, это жестко все. Без комментариев. Такс. Ну, 14-10. Правильно ты говоришь, что NAP на самом деле недалеке от того, чтобы закрыть пикс своего соперника. Борьба действительно не на шутку, а на смерть. Но... Но у героиков сейчас вроде как должен быть бай. И вот вижу я эту базуку от Ставна. И мне и смеяться хочется, и плакать от страха. Ну, сейчас посмотрим. Ставан имеет все шансы на самом деле принимать. Немножко подгорает, правда. Ой-ой-ой, рановато, рановато, дружище. Всаживает почти что обойму сейчас в смок. Но есть первый фраг от команды NIP. И Мерс уже падает. По итогу здесь NIPAM действительно нужно буквально немножко доиграть. Больше по разменам. СТАК у нас принимает решение взять АВП вместо ФАМАСа. В принципе, почему бы и нет. Девайс будет получше, да подороже. Но вот действительно нужно с него сделать хотя бы там фраг или два. Потому что команда Херок сейчас в меньшинстве. И это будет сложно забирать. Смотрим на Блейма. Именно сюда выходит тройка команды NIP. И Блейм Эф забирает одного, второго и третьего места. Если так, размина Атреза по Блейм Эфу. Трип-2 большинство NIP потеряно. И нужно теперь принимать решение, как занимать точку базы B. А тут Ставан. Минус Атреза по Фрайбергу Ставан. Ага. Он забирает вам керри и у команды NIP. Действительно проблема от крокодила. И вот действительно закрокодилил сейчас Ставан. Рез, правда, убивает из тага. Есть информация по Ставану. Ну вот не совсем полная информация. Но мы можем перестрелять. Нет. Ставан находит фраг по Резу. Буквально пиксели коты головы нашел. Но, слушайте, друзья. Херок все еще в игре. И все еще одиннадцатый раунд они сейчас забирают. Три раунда между коллективами. И сейчас нужно, конечно же, бежать вперед команде NIP. Стараться дожать это все с учетом, не знаю, 16-11, конечно, в идеале. Но у команды Херок еще будут шансы. Будет раздроп. И в этом раунде также будет хороший бай. Вот они бочки. И вот она тактическая пауза от команды Фрайберга. Нужно что-то, что-то тут на самом... Подождите. От Фрайберга или это пауза? Подождите. Это от контртеррористов. Пауза, соответственно, от Херойков. Уверен? Да. Ну ладно. Тебе, надеюсь, можно верить? Надейся. Ну что ж, давайте возвращаться в игру. И реплей как раз-таки не показали нам Блэймэф. Хотя там два минуса. Позиция одна из самых дефолтных. Хотя, как правило, в нее никто не смотрит. Там очень большая разница была между открывающимся первым и вторым игроком. И вот после того, как он сделал первый фраг, у него была еще какая-то там секундочка, доля секунд, чтобы перевестись на второго. И это, конечно, сыграло свою роль. Ну что, команда на пить теперь не бежит. Вентиля, потому что имеют шансы промахнуться. Но по итогу фрагмент здесь химбом убивает только лишь одного на размене Рез. Двоих убивает. Астах также помогает. Блэйм убивает еще и Дэнис. Смотри, два ситуация. Команда Херой в большинстве оказывается после этих переслелок. Минуты 30 на таймере. И уже потеряно пять игроков команды. НИП выглядит, как будто бы они не смогли договориться. То ли фаста, то ли не фаста. Двое, даже трое игроков были далеко за спиной в лобби в то время, когда Рез ворвался на Аплант. Я прям что-то совсем этого муа не понимаю от НИП. Редко я подобное вижу, но ИСИТАГ только что открыл окно в Европу. Блэйм тут его приняли. Вот это 2 в 3. Вот это разыгровка от команды Ниндзи в пижамах. Пожалуйста. Это от НИП разыгровка, а не от ИСИТАГа, который открывает дверь и подставляет своего тиммейта вместе с собой. Не знаю, но так-то все равно не повыграли. И выиграли действительно один из возможных ключевых раундов для себя. Учитывая то, что друзья, сейчас у них аж 4 маппоинта на пике оппонента. Пожалуйста. Вот он Нюк и вот он команда НИП против Херойков. В 15-13 ассистов у Реза. Это ассист Мейстер. Ему бы флешки накидывать. Ой-ой-ой-ой. Пошли через овутсайд. Ребята из команды героев имеют очень слабый бай, но этого достаточно для размена. Ты есть так, 2 минуса со Скаутом. Мне кажется, нужно поменяться ролями. Если Тагу с Мерцем, то Скаут даже валиднее. Тут НИП по-быстренькому сливает своих тиммейтов, чтобы остаться в ситуации 2 в 3. И уже как бы проще разыгрывать было. Времени действительно очень много. Прямо в ситуации 1 в 1, как в прошлом раунде. Единственное, что немножко другое. Чуть-чуть со всем игроки поменялись. Но в целом сейчас Гетрич на хелпе своему тиммейту будет помогать. Что будут делать? Возможно, также уйдут на точку B. Возможно, на девятку заберутся. Но все-таки, как ты знаешь, B, там немножко меда есть. Меда намазан для команды НИП. И сейчас аккуратненько через рампы заходят. И, возможно, с установленной бомбой. Учитывая то, что еще есть какие-то гранаты. Это флешка и коктейль Молотова. Скорее, даже коктейль Молотова имеется. Это больше похоже на правду и на хелпу. Именно в разряде гранат на данной ситуации. Но нужно ставить и нужно отыгрывать. В принципе, один в один, как в прошлом раунде. Ситуация. Никого на точке B нет. Херойки думают непонятно о чем. Непонятно, кстати, зачем взрывается. Так проще смотреть. Ну, вот видишь, прикрываясь. Ну, вот один в один просто. Ну, пожалуйста, бомба ставится. Два игрока выходят с одной и той же позиции. И Блеймэф, опять же, как в прошлом раунде, похоже, что будет выходить на двоих. Это похоже, друзья, на шестнадцатый раунд. И конец для команды Херойк на своем пике. Но Блеймэф здесь что-то, конечно, постарается еще придумать. Видит одного. Моментальный размен это на IP. Мне кажется. Моментальный не уверен. Но через пару секунд так точно. Шестнадцать и одиннадцать. Первая карта за ниндзами в пижамах. Взглянуть на карту Денюк нам, конечно же, позволит наша студия аналитики очень скоро. Но я могу сказать, что на самом деле на IP могли все закончить гораздо быстрее. Они как минимум в пистолетке, подставили нам очень интересно. Как будто бы пранк вышел из-под контроля. И в остальном по раундам выглядели уверенно. Но какие-то ситуации не доигрывались. Плюс героики включились индивидуально. Говорил я про Мерц, что он как-то нерезультативно провел Нюк с ВП. Возможно, с Иситагом даже на вторую карту поменяется. Кто же его знает. Но в любом случае, на IP забирает пикс его соперника. И мы, дорогие друзья, отдаем слово студии аналитики, ведь они готовы для вас разобрать Денюк как можно точнее. Да, тут действительно есть в чем разобраться, поскольку игра приобрела в некоторой степени неожиданное развитие. Не могу в очередной раз не отметить, что немного покрикиваю в голос того, как подписывают наших замечательных комментаторов, в частности Андрея, потому что это очень креативно. Ну что, господа, первая карта мы ставили на героев. Ну как мы, я-то не ставлю, я как бы не попадаю под горячую руку никогда, я открещиваюсь от этого всего. А вот вы там что-то про герои говорили, расскажите мне, что к чему, почему они не выиграли. Ну опять же, Blame вообще никакой на первой карте, Stavon никакой. Такое ощущение, что Stavon вообще не понимал, где он говорит, пацаны, что это? Майнкрафт, я не помню таких локаций. Майнкрафт, нет, это вот подобные мысли у комментатора, у нашего одного могут быть, да. Ну короче, не было видно по игре вообще никакой огневой мощи у команды героик. И, не знаю, отдавать неотдаваемое, это как раз-таки про этот коллектив сейчас. Столько вот этих сумбурных моментов, когда нужно делать все спокойно, размеренно. Такое ощущение, что у героика там, не знаю, в голове там ураган какой-то, я не знаю, какой-то бес там вселился, он говорит, давай туда, 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 туда. Какой-то, я не знаю, флешмоб, что ли, у них, не знаю, там что-то происходит. Ну вообще никакущие. С самого начала, с самого начала раунды, которые вот первые, наверное, пять раундов в NAP тащили просто вот, ну я не знаю, как это сказать, вот там осталось один-два человека. В принципе, ну казалось, что вот немножечко не хватает героикам в притирку. И они сейчас начнут забирать свои раунды. Вот первые пять раундов, потом там пять-один, но как-то вот все, и все же получалось на самом деле у героиков. За атаку, когда они играли, им давали пройти вниз практически постоянно. Они проходили через улицу, они делали свои киллы. Ну вот какие-то вот моменты, в которых один в один не перестреливают, там два в один, тот момент от Фореста, когда он остался два в один. Замечательная флешка, кстати, которая предназначалась вообще в другое место. К сожалению, упала так, ну и стала решающей, поскольку двух игроков забрал. А вот эти вот последние несколько раундов, когда они отдавали два в три, мне кажется, тут вообще все ясно. Поскольку ни один человек из трех не уходил вниз. То есть не было вообще информации, что с низом. Вообще под B базой не было никого. Они решили, что они пойдут сейчас втроем выбивать B базу. При этом не имея вообще понимания, что там происходит на B базе. Где стоит бомба, под что она стоит, кто и где сейчас находится. На верхних парапетах, на нижнем уровне, где вообще находится NIP. Не было понимания. И просто выходили из одной... Кстати, два раунда, два в три и два раунда они выходят из одной двери и вдвоем там умирают. И потом остается БЛМС, и он ничего сделать не может. Он сначала был со скрипа, потом он пришел с рампов. Спустился, одного забрал, начал чекать вообще другую позицию. Хотя на этой позиции до этого был раунд. Там был человек, и он его видел. Но это в этот раз он это не прочекал. Вообще непонятная игра от Хероя. Как они забрали здесь 11, вообще непонятно тоже. Потому что 10-5, казалось, что сейчас начнут тащить. Забрали там пистолетку, все вообще было хорошо. И потом какой-то сумбур в действиях, непонятная от них мува, непонятная какая-то игра. И опять же, руки тряслись уставы, но он стреляет. Это видно, кстати, было. Там 20% ХП у того самого Лекра, что ли, он там оставался. Он его зажимает, он не может пару пулек ему дать. И остался тоже красный. Могло еще раньше все закончить, на самом деле. Жалко, потому что Хероики могли забирать все это дело. Да, но справедливости ради хочу отметить, что шведы давали очень большое количество шансов своим соперникам даже на этой карте. Они в некоторых моментах попросту играли достаточно неосторожно и могли оступиться. Но в конечном итоге закрыли первую карту этой встречи в свою пользу, да, друзья? Ну а вы также можете вынести определенную пользу из нашего эфира, если, конечно же, вы участвуете в конкурсах от нашего партнера магазинов Rock Store. Ну не в конкурсах, а в одном только конкурсе. Публикуйте свои фотографии, как вы смотрите нашу трансляцию в социальную сеть ВКонтакте с хэштегами, которые вы сейчас видите на своих экранах и поучаствуете в розыгрыше вот этой прекрасной мышки. Исключительный контроль и скорость с топовым сенсором может оказаться в ваших руках. Если, друзья, вы не хотите публиковать фотографии ВКонтакте, у вас есть альтернативный вариант, заходите на сайт fraxtor.ru и по промокоду RUHUB получаете скидку 15%, с которой вы можете приобрести эту мышку. Тоже очень приятный бонус. Друзья, ходим на очень небольшую паузу и возвращаемся на вторую карту завершающей Best of 3 встречи сегодняшнего дня.